Девушки отдыхают Девушки отдыхают В ролях Джошуа Унгаретти Меган Мак Девушки отдыхают Автор сценария Джошуа Унгаретти Композитор Дэн Бакстон Также в ролях Ава Джастин Майк Брэдден Гилберт Аскунсьен Пошел нахер, Пишет Тебя туда же Брэнд Майрон Эль Секс и другие Мальчики, скучать будете? Пошел нахер, Пишет Фу, грубиян Жене от меня привет передавай Чтоб ты сдох, Пишет Вернется через неделю Режиссер Билл Купер Девушки отдыхают Девушки отдыхают Пишет Дэнни За что? Пришлось за тобой приехать Опять что-то задумал, да? Я тоже скучал Забросишь в багажник Как скажешь, извозчик Не беси, нам еще долго ехать О да Да Почему хромаешь? Да зэк один под коленку пырнул Уверен был, за что Но Придурок, хватит в шеи гонять Ремень пристегни Становишься похож на отца Ты не мог промолчать, Дэнни? Вон, седина пробивается Подкрашиваешь волосы? Точно красишь Да завали уже Да Ладно А знаешь что, хватит Дэнни, когда ты повзрослеешь? Годам к пятидесяти собираюсь Папочка Папочка, говоришь? Артур Я похож на папочку? На дорогу смотри Господи К папе с мамой заходишь? Да Положил тюльпаны на могилу? Да Проезжай уже Хорошо Ну да Остановишься у винного Понеслась душа по кочкам, родной Шутишь, надеюсь? Я только откинулся, просто хочу выпить Ну да, отсидел за наркоту и нужно бухнуть А знаешь что, я введу пару основных правил Первое, никаких бильярдных Второе, никаких женщин Даже не вздумай водить в дом своих шлюшек Третье, никакой выпивки Четвертое, пятое и шестое, никаких карт Даже в подкидного, никаких карт Вообще Как же хорошо дома Добро пожаловать Располагайся поудобнее Дэнни 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 Уже одиннадцать Вылезай из кровати Давай, потом удава душить будешь Я пошёл на работу Мило Присмотришь за Лизой? Дэнни 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 Да! Боже Когда вернусь, пойдёшь искать работу Хорошо, папа Умник, блин И Дэнни Не смей соваться в бильярдное Без балды, папуль Вот говнюк Утречка Доброе утро Я осмелилась приготовить нам кофе Во френч-прессе, тебе налить? Да, спасибо У нас дома не курят За дверью крыльцо, кури там Хорошо А тебе разве в школу не нужно? Дэнни, сегодня суббота Прости, ещё не социализировался Знаю Отец сказал присматривать за тобой, пока не вернётся Чё, правда, что ли? Что ещё сказал? Что договоришься до беды И что тебе вечно приходится извиняться Почему ты хромаешь? Получил молотком в колено Тут есть что приготовить? Ты не умеешь готовить Да нет, я умею готовить Хочешь блинчиков? Пожарю блинчики Яиц нет Ты хочешь яичницу и блинчики? Нет, Дэнни, для блинчиков нужны яйца Может, крупа тут есть какая-нибудь? На кухне остались хлопья Круто Начинаем день с ненатуральной еды Как долго ты был в тюрьме? Три чудеснейших года Что ты сделал не так? Ну, дал себя словить А какой закон нарушил? Ну... Я был... Понимаешь... Как современный Робин Гуд Разве что я не раздавал деньги бедному Дэнни, ты трепло Ладно, ладно, ладно Во-первых, я угнал крутую и заряженную тачку Потом взял в заложницы роскошную блондинку Попал в перестрелку с копами И кем оказалась роскошная блондинка? Копом под прикрытием Взяла на прицел и сказала, милый, ты добегался Отец сказал, ты ограбил заправку и оставил заправочный пистолет в баке, уезжая А полиция взяла тебя, когда ты продавал машину Моя история лучше Напоминаешь мне свою мать Ты знал маму? О, конечно, я знал ее Знал ее еще до твоего отца Какой она была? Ну? Она была ядреной смесью адовой красоты и силой жизни И была симпатичной, да? Да, вполне Она была... Прям вот как ты Но, окажи любезность, не говори отцу, что мы ее обсуждали Не беспокойся, ничего не скажу Лиза А знаешь об особом таланте Бишопов? Нет А вот это ты зря Почему? На то есть несколько причин Каких причин? Ну, любой взрослый должен знать об этом особенном таланте Что в нем такого? Не знаю, готова ли ты, он очень особенный Как узнать, что я готова? Ну... 7 блинчиков То есть, если сделаю 7 блинчиков, то я точно буду готова? Верно Повезло, я спрятала пару яиц в холодильнике 7 блинчиков 7 блинчиков Итак... Итак... Хочешь сыграть в покер? Нет Ожидаемо Важнее всего знать о покере то, что это не азартная игра, это обман Кто тебя этому научил? Один особенный друг, может как-то познакомлю Научи меня Лиза, можно я поем сначала? Спасибо Ладно Итак... Если у меня Флэша, у тебя Стрит, то кто выиграл? Ты Хорошо, какая комбинация самая сильная? Ройал Флэш Опять молодец Кстати говоря, тебе письмо от некой королевы, кто бы это ни был Когда оно пришло? Вчера Оно в общей пачке Мой милый Дэниел Как же я по тебе скучаю С возвращением Под защитой моих парней в тюрьме время летит незаметно, правда ведь? Читаешь письмо и думаешь, зачем я его прислала? Знаешь, Дэниел, ты хорошо делал то, что делал И я хочу тебя обратно Я терпеливо ждала, пока ты вернешься домой и поиграешь со мной И это даже без учета наших незавершенных дел Будь хорошим мальчиком и навести меня сегодня ночью Не искать же мне тебя самой, да? Не заставляй дому ждать Ты весь и полностью мой, Алекс Вот в чем дело? Ни в чем Когда говоришь, вернется папа? Вечером Хорошо Продолжим игру? Нет, на сегодня, пожалуй, хватит Мне нужно идти, справишься сама? Шутишь? Без проблем, у нас есть HBO GO и меня ждет в настоящее время с Биллом Мэером Что еще за HBO GO? Дэни, это стриминговый сервис, привыкай Ладно Как скажешь Ах да, не взболтни отцу, а… Не парься, я не скажу папе о покере Знаешь меня… Дэни, я поняла Чудно Такая милая, я болтала с ней раньше Пойдем выберем тебе костюм получше, будешь потрясным Теперь направо Магазин спецодежды? Пойдем Пойдем В моем возрасте, ты думал, что будешь таким, как сейчас? Нет Почему бы всем не быть счастливыми? Ты о чем? У семьи Луиса во дворе табличка – один мужчина, одна женщина Какое им дело? Хочешь простой ответ или нужен ответ грубый? Оба У них эгоистичное и упрощенное мировоззрение Для них мир разделен на черное и белое, им так гораздо проще жить Они не могут понять, каково быть геем, потому что сами не геи Так что быть геем – это быть другим, и для них неправильным С интеллектуальной точки зрения им не хватает ума понять, что мы живем в красочном, а не в черно-белом мире А какой грубый ответ? Они придурки Понятно, похоже на правду Я водопроводчик, как и твой дедушка был Зарабатываю немного, мне нравится работать в этой стране, и я уважаю ее разнообразие Я ее часть, и если я смогу тебя чему-то научить, то сделаю это Иногда на остановке Луис смеется над тем, что у Шона две мамы Говорит, у Шона нет отца, и он не вырастет настоящим мужчиной Шон рассказывал это учителю? Нет, думаю, он смущается Бедный малый Луис поступает так же, как и его отец со мной и Дэнни, когда мы были детьми Знаешь, когда Луис повторит это снова, возьми камень и влепи ему просто между глаз Мне на него напасть, что ли? Нет, с другой стороны, страховку мне не потянуть Просто вмажь ему по яйцам Бишоп из-за справедливости Всегда Ходи Дэниэл, а я ждала тебя Присаживайся Дэниэл, у тебя есть рыбки? Тщательно избегаю этого, после освободите Вилли Понятно У нас с сестрой были всякие и всегда бойцовские Знаешь, что это? Да, они же сиамские бойцовые рыбки Вот он мой милый Рудит Мы с сестрой любили сажать двух самцов в банку и смотреть, как они будут драться до самой смерти У нас не было телевизора Две рыбки никогда не уживутся в одной банке В детстве я никогда не понимала этого Пока я Не убила свою сестру Знаешь, мы были с ней влюблены в одну девочку Это было странное чувство Когда я поняла, что я бойцовская И вот как-то так я захватила весь район, а потом и город Алис Дэниэл, моей судьбой было управлять этим городом Дэниэл Ты хороший игрок в покер Но ты не знаешь, когда надо остановиться И ты лучший мошенник, но и тут ты не видишь точку невозврата Дэниэл, ты должен мне много денег И что же мне с тобой делать? Ну, ты можешь отправить меня спать без ужина Или можешь даже снять с меня штаны и хорошенько отшлепать Тебе бы это понравилось, да? Дэниэл, твой язык никогда не доводил тебя до добра Хотя Он больше не будет проблемой Ты знаешь, что это? Дэни, меня зовут Дэни, а не Дэниэл Дэниэл Ты знаешь, в чём проблема? Просвети меня Зайка Да, Вайолет Иду по магазинам И? Дашь денег? Виза на тумбочке Виза? Я не хочу визу Можно чёрную карту? Иди сюда Люблю тебя Ты получила мой подарочек? Да, получила Дэниэл Дэниэл, когда ты вырастешь? Ты перестанешь ребячиться, повзрослеешь, возьмёшь ответственность за свою жизнь. Завяжешь с этими выходками. Знаешь, Алекс, ты очень вдохновляешь. Вот умник, ты всегда хорошо шутишь. Этого не отнять. Понимаешь, твоё это обаяние, а оно и встало мне в кругленькую сумму. Дэниэл, время идёт. Дни проходят. А ты до сих пор мне должен. Нет? В общем, если не вернёшь мои грёбаные деньги за 72 часа, я возьму твою маленькую племянницу, запихну её в бочку с кислотой, а ты будешь смотреть. И мы оба знаем, кого она тебе напоминает, правда же? Сколько это дней, Дэниэл? Три. Сколько? Три! И ещё разочек. Три дня. Молодчинка, Дэниэл. Хватит на сегодня чтения. Хорошо провела день? Да. Да. Правда? Приятных снов, милая. Увидимся утром. Папа, можно спросить кое-что? Спрашивай. Завёл девушку. Боже. Мы только вчера это обсуждали. Нет. Нет? Почему? Не знаю. Мамы уже давно нет с нами. Познакомься уже с кем-то. Найди девушку и пригласи на свидание. Я работаю над этим. Не вижу результатов. Мы опять об этом. С ума сойти. Попробуй сайт из знакомств. Папа Джилли Тейлор встретил жену на одном из них. Пол Тейлор нашёл жену? Сегодня все об этом галдят. Вот чёрт. И правда, этим займусь. Спасибо за подсказку, дорогая. Спокойной ночи. Отдыхай. Не забудь почистить зубы. Да-да. Сладких снов. Тебе тоже. Опаздываешь? Извини. Всё плохо? Очень. Сколько? Сто тысяч. Боже, Дэнни. Сам спросил. Дэнни, Дэнни, Дэнни. Что мне с тобой делать? Ох, казначей, казначей. Дэниел, не передразнивай меня, умник. Прости, старая привычка. Соблюдай правила. Казначей, я не подросток. Правила, Дэниел. Хорошо. Правила первое. Знай, где начало, до того, как закончишь. Правила второе. Азартных игр не бывает, только обман. Правила третье. Лучшая разводка, делать вид, что ты сзади, пока ты впереди. Правила четвёртое. Плохой удачи не бывает, только плохие люди. Правила пятое. Я живу только для себя. И ни за кого не отвечаю. Ты слишком хорошо следовал этим правилам. Говоришь, как старый джедай. Когда ты повзрослеешь. Боже. Знаешь, Дэниел, ты должен был стать лучшим. Ты был юным дарованием. Я обучил тебя всему, что знаешь. Я подобрал тебя уборщиком в сраном казино. Ты скатывался. Я научил тебя играть в покер. Я научил тебя жульничать. Ты был лучшим моим учеником. Я никого не видел с навыками, как у тебя. Твоя семья была сущим адом. Кроме меня, родителей у тебя не было, видимо. Но тебе пора завязывать с этим. Так к чему ты ведёшь? Нужна ещё одна афера. И ещё один раунд за покерным столом. Погаси свой долг перед Алекс. Я дам сто штук, чтобы ты заплатил. Но... Но что? Как только победишь, а ты победишь... Ты уедешь и пропадёшь из этого города навсегда. Ты не нужен Артуру и Лизе. Ты им только вредишь. Они больше не могут рисковать. Вот мои условия. Ты смотришь за ними, когда уйду? Конечно. Вообще-то, Лиза моя внучка. Это меньшее, что я могу. Знаешь, Алекс возьмётся за тебя, если узнает. Расслабься. Я казначей этого города. Казначей. Буду в норме. Так, значит, это всё? Именно. Дэнни. Удачи. 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 Облажался, да? Иди-ка сюда. Ты сам в этом виноват. Полезай, псина сутулая. Слышишь это? Это мой банковский счёт уходит в ноль. Неприятный звук, да? Катись. Простите, сэр. Занимал тебя слишком много и часто. Простите, сэр. Что? Генри на телефоне. Правда? Да. И Дэнни Бишоп вышел из тюрьмы. Сюжет накаляется. А с ним что? Что мы делаем с неплательщиками? Миссисипи? Верно. Миссисипи. Миссисипи! не говорить. Могу положить трубку. Я рад тебя слышать. Не надо. Я тут подумал. Ты размышлял над тем, что я сказал? Генри, я могу измениться. Просто на это нужно время. Сколько прошло? Два года? Чем ты сейчас занимался? Да я в клубе. Выпиваю, вот. Лжешь. Я всегда чувствую твою ложь, потому что любишь меня. Я люблю тебя, но не как жадную акулу, расставщик. Это значит, что ты вернешься? Не знаю. Мне нужно время. И мне пора. Подожди, подожди. Скажи, у тебя кто-то есть? Нет. Поклянись, вешаю трубку. Только не швыряй телефон в стену. Не буду. Я изменился. До скорого. Босс Джаз. Бишоп пришел. Конечно, пришел. Я чувствую возмущение силы. Простите, сэр, не понимаю. Отсылка к Звездным Войнам. Не смотрел, простите. Да неважно. Через пару минут впускай. Да, сэр. Слышишь? Музыку? Да. Да, я слышу музыку. Обожаю джаз. Под джаз можно проснуться с похмелья и наслаждаться днем. Знаешь, что еще я люблю в джазе? Звучание? Никогда не знаю, как он начнется, но всегда знаю, как закончится. Однако с тобой, Дэниэл Бишоп, я никогда не знаю, когда все начнется, но знаю, чем закончится. Плохо. Дэнни. Меня зовут Дэнни, не Дэниэл. Живем только раз, Дэнни. Слушай, босс Джаз, в прошлом я провернул для тебя очень большую аферу. Я хотел бы думать, что имею у тебя хороший кредит доверия. Да. Провернул четверть миллиона на афере с недвижимостью. Может, слишком большой кредит доверия? На тебя ставят, а ты ломаешься под давлением. Поджав хвост, прячешься в тюрьме. Я знаю, ты сам подставился. Нашел простой выход. Знаешь, бизнес-коуч, как бы ты сладко сейчас не пел, если не хочешь помогать, то я найду того, кому это интересно. Дэнни, я ростовщик, я не бандит. Она тебе о бойцовых рыбках говорила, да? Да, говорила. Боже, Дэнни, она уничтожит все твое семейное древо. Уже в курсе. У бога и дьявола есть кое-что общее. Они боятся Алекс. Да, знаю. Кому еще ты обращался? Как обычно. Слышал, ты ходил к казначею. Сколько он тебе дал? Недостаточно. Как ты об этом узнал вообще? Дэнни, город слухами полнится. Сколько тебе нужно? Сотня. Могу дать тебе денег под свой интерес. Спасибо. Дэнни, очень большой интерес. Меньшего и не ожидал. С одним условием. Я хочу потанцевать с твоей милой попкой. Что? Нет. Слушай, я не буду глиномесом, или не пойду в трубочистый, или как там сейчас это у вас называют? Угомонись. Я просто хочу обычный медленный танец. Один танец? Один танец. И я получу деньги? Получишь свои сто штук. Дай хрен с ним. Убедил. Круто. Повезло, что я бухой. Какое совпадение. О боже, что серьезно? Знал, что оценишь. Дэнни, в этот раз шансы против тебя. Я не думал, что ты на моей стороне. Будет величайшая партия покер в твоей жизни. И ты не заработаешь ничего при любом раскладе. Что ж, счастье в простых мелочах, так что я с радостью приму и моральную победу. Ну, по крайней мере, ты все такой же умник, как и до отсидки. Кстати, я слышал, что Генри ушел. Как ты держишься? А ты как узнал вообще? Ну, город слухами полнится. Ну, конечно. Дэнни, ты меня знаешь. Сложно отказаться от роли преступника, когда с ней сроднишься. Да, понимаю. Будь я так хорош, как ты. Любой хотел бы. Ты плохой танцор, а жаль. Я заржавел. Большое спасибо. Дэнни, спасибо за танец, но у меня больше нет времени. Знаешь, преступления случаются, людей избивают. Представляю. Кстати, почему ты хромаешь? Прыжок с парашютом. Бывает. Деньги переведут тебе завтра. Спасибо. Береги себя, босс Джаз. Удачи. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Чёрт Сегодня он развёл меня на все деньги Лучший бильярдист на свете Он вынес меня Мне жаль Куда собрался? Твой братишка не так прост Попал за решётку, чтобы остаться целым А не грохну твоего брата Вот Держи за беспокойство Вызовите парня такси Кажется, он перебрал Мужик, ты как? Что-то хорошее есть? Жаль, но ничего в твоём вкусе Какая досада Да, очень жаль Ходят слухи, и Дэнни Бишоп вернулся И не говори Ничего о нём не слышал А ты? Он играет на больших ставках И мне интересно, кто дал ему деньги на вход Уверен, это был очень хороший и щедрый человек Наверное, ты прав Знаешь, что я хочу сделать с этим щедрым человеком? Снять с него кожу Заживо И Попробовать его на вкус Алекс, надеюсь, ты его найдёшь Я буду на больших ставках лично И я обыграю Дэниела Почему ты любишь чужие страдания? Сладкий, да я кончаю от этого И от моих двоих подружек Сумасшедшая Мне это говорили Хотел бы я там быть Зачем? Увидеть твоё лицо, когда Дэнни выиграет Он лучший Ты ему в подмётки не годишься Чего ты так охеренно уверен? Я учил его Это дерьмовое место Я говорил Бухаешь в одиночестве? Люблю такую компанию Ну да, говоришь, как отец Что ты сделал? Ничего Дэнни А злиться не будешь? Дэнни Обещаешь? Ладно Ну, когда я сидел Я был под защитой И теперь должен этим людям Огромные деньги Меня убьют, если не заплачу Ах да, и вас с Лизой тоже Сколько ты должен? Где-то около миллиона Твою мать, Дэнни! Может, ты успокоишься? У тебя есть деньги? Нет Придумал, где их можно достать? Конечно Покерный турнир Господи, ты рехнулся совсем Папочка, может, успокоишься уже? Не называй меня папочкой Вот и не веди себя так Тебе нужно уйти Слушай, я смогу расплатиться Наверное Ты убиваешь семью Или это игра? Я был белой вороной Никогда не вписывался, да? Именно так Именно Горечь в радости, как мама Да, горечь в радости, как мама А ты был золотым ребенком Ну да Мы были равны, пока ты не выбрал свою жизнь Эту жизнь Я никогда ни о чем не просил Поверь мне, всего один раз В этот раз Умоляю Не могу Мне нужно защищать дочь Твою собственную дочь, да, Артур? Ты украл ее у меня Просто ты преступник Отвали Да хватит вам уже Что за хрень происходит? Следи за языком Почему вы деретесь? Милая, взрослые дела Взрослые? Да вы дети оба Вот в чем дело Поймите, вы оба Из одной плоти и крови Вы должны помогать друг другу Только тогда Будете мужчинами А то он начал Сам выпросил Да прекратите вы Если один из нас в беде То проблемы у всех Мы же семья Бишоп Мы справимся со всем Артур Относись к Дэнни с уважением Дэнни, больше не пить в этом доме Ладно Милая Текилу со льдом и лаймом Пожалуйста Прошу меня извинить Но мы закрыты Точно Жаль, если это место обанкротится Мне так и нравится сюда приезжать Испорченная девчонка Я знаю Ты сегодня не одна Она ядовита, как и мама Правда, Долорес Итак Зачем пришла? Слышала, Генри бросил тебя Похоже, все в курсе о моей личной жизни Я что, гребанная знаменитость? Ничего, он еще вернется Конечно, вернется Кто устоит перед тобой? Католики Ты всегда умеешь меня развеселить К делу Ты и так знаешь, зачем я пришла Да, я ему помог Зачем? Может, мне тоже нравится наблюдать за горячими событиями Я при всем желании не могу разозлиться на подобный ответ Полагаю, мы закончили Поможешь ему еще раз? Я сожгу это место дотла, когда запру тебя здесь А потом буду наслаждаться каждой крупинкой падающего пепла Алекс, ты слишком ненасытная Расслабься Я помог ему всего раз Спасибо Знаю, что ты идешь играть на турнир Дэнни лучший покерный шулер среди всех, кого я встречал Приходит с двадцаткой и уходит с двадцатью тысячами Пытаешься меня запугать? Нет, нет, нет Видишь ли, благословение Дэнни его дар, если хочешь Это его проклятие Помни это Запомню Место выглядит великолепно Не дай мне повода разрушить его А завтра придешь на игру? Нет, я поеду за Генри Значит, увидимся позже Алекс, в следующий раз стучись Дэниел Бишоп Ты же только что вышел Я Дэнни, Фрэнк, а не Дэниел Как бы там ни было, как дела? Свали с дороги Тормози Есть небольшое деловое предложение Я не собираюсь с тобой сотрудничать И ничего из того, что ты придумаешь Не заставит меня передумать Ничего Совсем И точка Фрэнк Всего две минуты В прошлый раз ты затянул меня на турнир И разрушил мою жизнь И я снова вижу эту сраную хмылку Видел фотографии на Фейсбуке И с поездкой твоей семьи на Гавайи Красивые А могли бы быть из Европы обманщик А потом увидел парочку фотографий Которые решил распечатать Знаешь, Фрэнк Ну, двадцатилетнюю я бы еще понял Да я даже могу понять Шестнадцатилетнюю Но, Фрэнк Двенадцать лет Двенадцать Нет, я понимаю, что бордель Алекс Это весело Не думай, что я уж слишком скупой на развлечения Но мне бы очень не хотелось Видеть эти фотографии В руках полиции Или твоей жены Ублюдок Окерный турнир на выходных Поможешь мне И тогда я сожгу эти фотографии Уеду из города И ты станешь игроком номер один в городе Почему нельзя Ну, это условия казначея Не мои Что угодно Я согласен Хороший мальчик Дэн, Дэн Если узнаю, что они попадут к копам Тогда помоги мне, Боже Твое тело окажется на дне Миссисипи До того, как поймешь, что промок Прикроешь мою задницу И я позабочусь о твоей Обсудим все на выходных Не опаздывай Привет Привет Чем помочь? Я подруга твоего дяди Он дома? Нет, но я ждала тебя Что, правда? Да Полагаю, ты Алекс, верно? Да Дэнни говорил, что ты зайдёшь Неужели? А ещё сказал, что ты красива И склонна к манипуляциям Звучит правдиво Я злая, как диснеевская королева Прекрасна снаружи Уродлива внутри Что ж, я польщена Лиза, ты знаешь, почему я пришла? Чтобы добраться до меня И использовать на покерном турнире Выбесить Дэнни, чтобы он проиграл Он забыл уточнить Если он проиграет То я суну тебя в бочку с кислотой И заставлю его смотреть Как твоя кожа спадает С костей В основном Мы зря тратим время Поедем по 69-м И там меньше машин Ты же не хочешь опоздать, да? Не могу решить Дать тебе работу Или убить сейчас Я тоже в смятении После тебя, Алекс Это был Луис Кто? Ненавижу его Он издевается над моим другом Почему? Потому что у Шона две мамы Следуй за пацаном Обгони и подрежь у того дерева Давай Привет, Луис Чего вам? Слышала, ты задираешь Шона Ну да А ты его третья мама? Нет Я люблю более строптивых Я отрицательная сторона кармы во плоти Ты о чём? Не парься Объясню позже Итак Зачем издеваешься над Шоном? Потому что он тряпка Как и его лесбий-мамочки Я помню детей тебе подобных В моей молодости Они задирались ко мне Потому что я оттрахала твою мамку Видишь, Луис Большинство из них К счастью, больше не с нами Пофиг А я валю отсюда Не спеши, у меня кое-что для тебя есть И что? Двадцать баксов Мой подарок Правда, что ли? Они твои, если кое-что пообещаешь мне Что именно? Подойди ближе, я скажу Я... это так близко? Луис, подойди ближе Ладно Если когда-нибудь посмеешь издеваться над Шоном Или кем-то ещё Я отрежу твоей матери голову Отцу вырву кишки А тебя повешу на крыше твоего дома Отпусти! Обещай! Обещаю! Вот твои деньги Думаю, теперь он понял, чего делать не стоит Водитель, дверь Лучшее, что имею Это брать что-то чужое И исчезать с этим И прекрасно спать по ночам Начинаем Ты в порядке, Фрэнк? Я в норме Привет, Фрэнк Скучал по мне? Как тебе, девочки? Еле выжил Нервничаешь? Большая игра, много денег Уверен, что справлюсь И всё Ты не хочешь быть первым? А как же победа? У тебя есть семья и всё такое И бизнес, смею добавить Как там у тебя дела? Акции растут Жаль, не всегда Жаль А вдруг у меня есть волшебная палочка, которая позаботится о твоём будущем? Не интересует Фрэнк, ты же бизнесмен Не хочу, чтобы Дэниэл одурачил такого человека, как ты С чего вдруг такая забота? Меня заботит то же, что и тебя Бутылка джина и перепихон? Победа Конечно, в деньгах у меня нет нужды Фрэнк, ты ведь такой же, как я Играем ради победы А многие играют, чтобы не проиграть Считаешь, Карнеги, Рокфеллер, Джобс играют, чтобы не проигрывать? Нет, они разрывают Джоб и все мои пленных не берут Продолжай Дэниэл любит выпить Сделай должение по цепи-то в его пойло Что это? То, что его немного взбесит Такая себе сыворотка правды Сделай это, Фрэнк, и навсегда забудь о работе По рукам? По рукам По рукам Жизнь Фрэнк, я правда надеюсь на долгий и успешный бизнес-план Девочки будут ждать В четверг? Как всегда Фрэнк, красавчик, как знал, что ты будешь в баре Можешь просто заняться своим делом? Похоже, тебе нужна помощь Я закажу тебе Вали за столик уже А это что? Занимай стол, Дэн Хорошо, хорошо, хорошо Не задерживайся Ник Сделай двойной скотч и обнови этот Ладно? Благодарю Так вам, наверное, интересно, смогу ли я это сделать? И, наверное, интересно, насколько же я хорош в этом деле Что ж, у меня был хороший учитель И вы спросите меня «Дэнни, как ты стал таким классным?» Что ж, главное всегда помнить Это не азартные игры, а обман Вы можете просчитать и делать ставки Но две вещи приведут вас к финальному столу Имидж и присутствие за столом Вот, к примеру, та старая кляча Соберет флэш, и сейчас у нее две пики Я понимаю это, ведь она не может оторвать глаз от них Пока мы говорим Будет ставить и продолжает гладить свою стопку фишек Глупо дрочить фишки и пялиться в карты Если у вас две пики, а на доске еще две Плюс одна карта Это 52 минус 5, 47 карт Из которых 13 минус 4 равны 9 пикам Вероятность собрать флэш равна 9 к 47 А это 19,15% Примерно 1 к 5 Первый промах Теперь шансы равны 9 к 46 Выходит 19,5% Учитывая все переменные У нее около 35% получить флэш Ее следующий шаг Осторожно подняться Она притворяется слегка неуверенной И я пойду ва-банк, чтобы получить все на блефе Верно, я пустой Она хочет продолжить, но эти сомнения не идут у нее из головы И через 5 секунд она сбросит карты 5, 4, 3, 2, 1 Сбрасываю Спасибо А я знала, что у вас флэш Разумеется И вы приняли чудесное решение, уверяю Как я и сказал ранее Будь за столом и держи имидж Вот что имеет значение А после математика Думаю, мои фишки подтвердят это И, как старуха проиллюстрировала ранее Не надрачивайте свои фишки Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Понеслась, мальчики Понеслась Но пока не начали, спрошу Тузы – это хорошо, да? Только королевы, Дэниел Верно, Лиза? Так говорят Да, королевы, дамы Всегда берут лучшее у меня Потому что ты не туз Знаю Я всего лишь волшебник Ой, не говори Дамы и господа, начинаем игру? Точнее, хотел им стать Только отец запрещал А я умолял Так умолял А потом он сломал мне ногу Вот с тех пор и хромаю Это вся история? Дилер мне надоел техасский холдем Хочу поностальгировать Раунд в пять карт Никто не против? Это твой мир, твои правила А почему бы и нет? Можете раздавать Я скажу, когда начинать раздачу Да, конечно, начинайте Итак, дамы и господа Это финальный стол Разыгрываем пять карт То за высокая ставка Десять тысяч долларов Знаешь, Дэниел Только монстр может превзойти другого монстра Чтоб мы, как двое самых сильных В городе боролись за столом Будь здорова Спасибо, Алекс В этой комнате только один монстр Поэтому я руковожу городом А при чём здесь ты вообще? Поднимаю до пятнадцати А я до тридцати Да, легко Знаешь, Алекс Мы ведь не такие уж и разные Наши родственники не понимали нас И в конце концов Отвергли И в итоге мы выжили О, ты умеешь рефлексировать? Подайте мне две Случается иногда Я возьму Дилер, дайте три карты Крупья, три Нет Я знаю, тебе скучно, Лиза Но всё скоро закончится Дэниел, знаешь, кто мы на самом деле? Преступники Игроки Высшие хищники Мы на вершине пищевой цепочки Контролируем экосистему И содержим город Слова политика Не пробовала баллотироваться? Да незачем Они и так все со мной спят Ты явно пересмотрела Нейшену Джеографик Игра будет долгой Крупья, дайте мне три Вы оба ошибаетесь Знаешь, кто ты? Крушина Крушина? Да, Крушина Дерево, убивающее другие деревья в лесу Распространяясь как рак Занимая верхние места в борьбе за солнце Питаясь слабостью остальных И бесстыдно процветая на их костях Я иду в Вабанг Кол Алекс Крушина Мне нравится, как это звучит Но, Фрэнк, что же это значит? Простой ирландец пытается пробиться сквозь бурю под названием «Жизнь» Ладно Показывай, что у тебя Но перед этим скажите, чувствуете это? Фрэнк, что именно? Острое ощущение контроля Но без знания, что ждёт в будущем И в любую секунду можно получить или потерять всё Чувство неизвестного Вот что заводит в этой игре Так показывай карту уже Мой любимый фулл хаус Четыре четвёрки Пара королей Что ж, мне конец До следующего года, Дэнни Всем приятной игры Остались мы двое Дэниел, пора напомнить, кто такая бойцовская рыбка Скажу тебе Мне нравится кульминация, поэтому сделаю это быстро и интересно Как эпиляция бразильским воском Получаешь фулл хаус И остаёшься жить А Лизонька умрёт Получишь каре Я оставляю тебя и Лизу в живых Я весь во внимании Но есть ещё одна Папа! Папа! Заткнись! Заткни её Всем молчать! Никто не рыпается, пока мы не закончим эту партию Твой братец умрёт И только в том невероятном случае, если ты победишь Я оставлю вас всех в живых Но как тебе, Дэниел Моя Демократия Прости Простите Я прекращаю Закончил? Да Так в чём подвох, Ричард Никсон? Я вхожу А ты покажешь свои карты Как я и говорил, я Бойцовая рыбка Дэниел, старший тузы Пора покончить с тобой и твоей семьёй Из принципа Что у тебя, Алекс? Каре Девушка У вас ничего нет Любимая часть игры Твоюж Это ещё не конец, Дэниел Его зовут Дэни Похоже, было на блеф Всё кончено Было приятно познакомиться До свидания Я достану тебя Вальвит, что произошло? Кто-нибудь смотрел за ним? Спасибо за блеф Никто не следил за девкой? Вот проклятие Ты повеселился, Артур? Пошёл в задницу Я бы тебя развязал Но ты выглядишь как-то немного на взводе Так что Оставлю-ка я тебя, пожалуй, связанным Считай это расплатой За то, что ты пукал на меня в детстве Итак, семья Бишопов Нам пора Вечеринка окончена Дэнни снова побеждает Шучу, пойдём Не смешно Дэнни Хочу кое-что знать Понимаю Интересно, как я так легко выиграл? Не знал, что ты настолько хорош Как ты смог выиграть? Как ты научился? Эх, братишка У меня уникальный талант Чтобы описать это кому-то вроде тебя Придётся существенно упростить рассказ По сути Я переделал игру в свою пользу Жульничал? Да Иде же так рисковать, когда твой проигрыш в смерть Моя? Твоя или Лиза? Боже, ты жульничал Ну да Ты ведь жив? Всё хорошо Кстати, не за что Ты всегда жульничал Да, Артур Иногда бывало Ну и что? Бесчастье Ты что, чёрт возьми? Далай-лама Но как ты знал, что всё выгорит? Уверен на все сто? Ну Пока я был в тюрьме Меня никто не трогал Это было странно, учитывая мою милую мордашку И я понял, как только выйду, мне придётся заплатить за свою защиту Не такая уж милая Это не важно Стой, ты же говорил, что ранен в ногу Нет Я хромал, чтобы меня все жалели Придурок О, Артур, я прирождённый аферист Что ещё сказать? Как я мог забыть? Ну, ладно, вернёмся к моему рассказу Итак, я подозревал, что Алекс будет угрожать мне и моей семье Она хотела видеть мою агонию от страданий Лучшим способом её заманить стал дорогой турнир по покеру Она разозлится и попытается победить меня в игре И Алекс попытается подтасовать игру, подкупив Фрэнка Но я заключил с ним сделку повыгоднее Также я знал, что она попытается похитить Лизу, но не причинит вреда девочке Ведь власть Алекс — торговля людьми Самое крутое, что большинство сделало Лиза Я научил её играть в покер, когда вышел Интуиция подсказала, что Алекс будет держать Лизу рядом Прекрасный ход в моей разводке Когда Алекс брала хорошую карту, Лиза чесала нос А если наоборот, Лиза чихала и зевала У Алекс была недомошенница с сумочкой других карт Ужасный ход Я научил Лизу работать из-под тяжка Она дождалась последней раздачи, чтобы заменить карты Алекс на мелочь Чтобы я выиграл на тузах Оставив Алекс абсолютно ни с чем Самое сложное, честно говоря, было сохранять невозмутимость во время разводки Смешно то, что у меня были деньги, чтобы десять раз расплатиться с Алекс Они закопаны под деревом на заднем дворе Сколько? Ну, хочешь узнать? Откопай и посчитай сам Конечно Эй В бардачке есть кое-что для тебя Это же с Рождества Да Помнишь, ты провалился под лед на новых коньках, играя в хоккей? Да А ты спас меня Больше не видел тебя в таком ужасе Я неделю болел, но оно того стоило Пропустить неделю в школе Нелегко быть братьями, да? Да, нелегко Но мы справляемся, да? Мы всегда справляемся Верно Ну что ж, спасибо, что подбросил Так под кленом правда зарыты деньги? Возможно У вас все хорошо? Да, да Итак, что у тебя? У меня пара дворик У меня выше Пара тузов Пара тузов? Серьезно? Опять? Что значит опять? У тебя только что были тузы Пара тузов Мужик в модном пиджаке Умеешь играть в покер? Нужен один игрок Ну, это забавно, что вы спрашиваете Мне сказали, что я умею играть Но лично я в этом не уверен Серьезно? Деньги есть? Немного 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 Вход 50 баксов Полагаю, я найду столько Присоединяйся Давай Чего хромаешь? Ну? Итак, начинай Поехали Раздавай Раздача по пять, Карл? Да Конечно Отлично Игра Деньги Поехали 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 Продолжение следует...